Как видите, у нас в ассортименте много новогодних елей. Конкретно этим елочкам 5 лет они создавались в 2017 году. Как видите, они хорошего качества, красивые у нас все. И мы обеспечим всех этими елочками. Спрос на них немалый. Главный новогодний атрибут такого возраста самый популярный. Сейчас заготовка елок идет фактически во всех лесных хозяйствах. В области создано более 100 гектаров плантаций. На плантациях они растут пушистые и нет однобокости. По красоте они намного лучше, чем под пологом леса. Поэтому заготовку ели из-под полога леса у нас уже полностью исключена. Ежегодно мы реализуем где-то порядка 20 тысяч новогодних деревьев. В том числе в город Брест нам в этом году надо поставить на торговые площадки около 5000 единиц. Чем ближе праздники, тем активнее работают елочные базары. В области только лесным хозяйством создано 149 пунктов реализации новогодних деревьев. Они здесь самые разные, как и предпочтения покупателей. Также мы делаем букеты новогодние, которые представляют собой смесь разных тоже новогодних деревьев. То есть это и можжевельники, туя и ель, голубая ель, баульник может быть. То есть то, что может дать аромат. Больше всего предпочитают, конечно, ель до двух метров. Таких, кстати, и на плантациях тоже немало. В лесном хозяйстве уверены, елок хватит всем. К тому же их фонд ежегодно пополняется. Но есть одно и, пожалуй, самое главное «но». «Мне елка нужна». «Так вот сначала спросить надо». «Хм, да вот еще». «Ах ты так». За незаконную вырубку новогодних красавиц штраф. Причем спрятаться от наказания получится вряд ли. В горячий новогодний период работает специальный патруль. Заготовку хвойных деревьев новогодних разрешается только по лесному билету. За нарушение заготовок лесных деревьев для физических лиц в зоне, если они будут заготовлены в особо охраняемой природной зоне, составляет от пяти штраф до двадцати базовых величин. Для индивидуальных предпринимателей от двадцати до двухсот базовых величин. И для юридических лиц от пятидесяти до трехсот базовых величин. Но сейчас воровство практически исключено. В прошлом году в области было зарегистрировано всего два подобных злодеяния. Все же к празднику следует готовиться только с чистыми намерениями. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok